Здравствуйте, дорогие зрители. Я очень рад с вами общаться. Просто вы такие мыслящие, тонкие и интересные люди. Я, во-первых, благодарен вам за ваши отзывы прекрасные, сногсшибательные, волшебные. А во-вторых, вот за ваши комментарии. Вот Валерий пишет, прежде всего человеку нужно осознать и принять как данность, что все люди это по сути свои один организм, который на данный момент разделен на части и частички, которые между собой сражаются за власть, в том числе моральную и ресурсы. Что есть богатство, кто в лесу богаче, медведь, волк, белка или заяц. Этот вопрос для обитателей леса как реально единого организма не актуален. Тогда почему он актуален для людей? Потому что осознание их извращено и они этого не понимают, поэтому и страдают. Я почитал, Валерий, ваши комментарии и там одну статью, на которую вы дали ссылку. Но мне понравился вот он просто, такое настроение этих статей, ваших и комментариев. Они довольно-таки умиротворенные и спокойные. Вот. И видно, что вы человек гармоничный. Поэтому это здорово. Давайте это обсудим. Давайте это обсудим. То, что тему власти, борьбы за ресурсы, видно, что вы упражняете мозг свой. Это очень важно. Пытаетесь осмыслить причины краха СССР, его экзистенциальную, может быть, такую вот миссию. Это очень интересно и правильно. И я, как человек непредубежденный, я это читаю спокойно и отыскиваю в этом во всем рациональное зерно. Конечно, спорю. Конечно, задаю вопросы. И, ну, вы пишите абстрактно довольно-таки, но абстрактное мышление, оно уже самое такое высокое, самое глубокое. Вот. Сейчас я просто хочу поразмышлять о том, почему кругом такая дебильность, почему нам насаждается тупоумие. И я скажу так, конечно, корни психологические. Первая причина – это страхи, которые есть у власти. У власти очень много страхов и комплексов. И у власти люди закомплексованные, люди с расстройством личности, люди с большими психологическими проблемами. И первый их страх – это страх мышления. Мышление. Есть, когда вы говорите о том, что борьба за ресурсы, да, как бы за богатство, ну, не многие люди борются за ресурсы и за богатство на самом деле. Потому что большинству не нужны ресурсы и богатство. И мы это знаем, для счастья много не надо. Для счастья много не надо. Вот. Достаточно достаточно какого-то минимума. И вообще дело не в материальных ценностях на самом деле. Я знаю людей, у которых там куча денег на счету, но они живут в страхе, в тревоге. У них есть деньги, у них есть дома, деньги, у них есть все. Но они боятся, они экономят, они не уверены, они боятся это все потерять. Копят бесконечно, да. Здесь проблема больше психологическая. И вот у власти, давайте о власти поговорим. Почему так происходит? Почему есть вот эта отрицательная селекция, которая продолжается? Почему дебильные люди занимают ответственные посты, должности, проводят вот эту информационную информационную, пыточную политику, да. Направленную на уродование психики людей, на то, чтобы просто невротизировать людей, да. Страх мышлению власти. Поэтому власть боится умных людей. И я сейчас объясню, почему этот страх есть. Он очень-очень глубокий, очень серьезный. И мы сейчас глубоко копнем и увидим, насколько проблемные люди нами руководят и проводят политику, насколько там все запущено. Вот. И они ничего не могут с собой поделать. Они не могут избавиться от этих комплексов страхов, расстройства личности, психологических проблем, которые идут, конечно же, с детства. И с детства. И мы сейчас пожинаем вот эти плоды. Те, кто просветлел, прозрел, поработал над собой, трансформировался, да, смотрят на это вот уже иначе совсем, чем раньше. Политика деградации. Потому что люди деградировавшие находятся у власти. Это наша печаль. Что за этим стоит за всем? За этим стоит предубеждение. Склонность к предрассудкам. Проводились исследования. Как поступает непредубежденный человек? Непредубежденный человек прекрасно осознает и готов признать свои недостатки и негативные побуждения. А человек, склонный к предрассудкам, напротив, отрицает их, старается о них не думать, и таким образом они не могут успешно сосуществовать с другими качествами его личности. Смотрите, как интересно. Посмотрите, власть ведь все время хвалят. Вот я читаю прессу, это обслуживающая критика. Абсолютно заурядные, глупые вопросы. Глупейшие. Одни и те же. Одни и те же. Ну, а каким этот год был для вас? Из года в год воспроизводится один и тот же вопрос, да? И так далее. Сами представители власти боятся мыслить, боятся мыслить. По этой же самой причине, да? Они отрицают, отрицают свои часть себя. Понимаете, вот это недостатки наши, негативные побуждения, это часть нас. И когда мы отрицаем часть себя, мы, по сути, загоняем себя вот в эти жесткие рамки. Жесткие. Жесточайшие, да? И что происходит с нами? Мы боимся себя. Боимся своих мыслей. И усугубляем свою ситуацию страха, да? И становимся для себя врагами. Или хуже того, когда человек начинает бороться с самим собой. Вот это первое. То есть, поэтому вся критика, она обслуживающая. Поэтому, почему власть не выдерживает критики? И никто не выдерживает критики. Потому что предубежденный человек не может принять правду о себе. Поэтому все, кто говорит правду, для них враги. Понимаете? И это что? Вот как раз создает напряжение в обществе. Когда в людях видят врагов, на самом деле просто не хотят смотреть в зеркало и знать о себе правду. В результате формируется образ врага. Это первое. И вот здесь что? Зачистка идет. Поле этого интеллектуального. Чтобы никто нам ничего не сказал о нас. Мы будем говорить. Понимаете? Вот здесь идет, что желание доминировать. Мы говорим, вы молчите. Вот на этом строится система власти и подчинения. На психологических проблемах людей. Поэтому я и говорю, что главный человек, это психотерапевт, психолог, который может объяснить, во-первых, рассказать, помочь осознать. Осознание это уже на сколько процентов это решение проблемы. Иногда это на сто процентов уже решение проблемы. Иногда нужны дополнительные инструменты, чтобы помочь справиться с этим. Хорошо, человек о себе понял что-то. Но вот как избавиться от этого? Вот это дополнительная работа. Дальше. Предубежденный человек подавляет в себе нежелательные мысли и качества. Тогда как непредубежденный осознает их и принимает как часть самого себя. Вот смотрите. Предубежденный человек подавляет в себе нежелательные мысли. Если он в себе их подавляет, если он к себе относится как к человеку, который не достоин знать о себе правду, не достоин развития, не достоин самосовершенствования, не достоин высокого качества жизни, не достоин самопознания. Он будет подавлять эти нежелательные мысли и в других. И в каждом, кто высказывает эти нежелательные мысли, он будет видеть врага своего, личного врага. Вот что происходит. Поэтому так формируются нежелательные мысли, черные списки, ярлыки навешиваются, предубеждения. Предубежденный человек, что он транслирует предубеждения. Мы это видим. Мы это видим. Дальше. То есть, вот это непринятие себя. Понимаете, когда человек не принимает себя, он никого, он и других не будет принимать. В этом проблема. Это очень серьезная проблема. Это форма самоненавистничества, самоотрицания. Что мы видим. Отсюда ненависть в обществе. Отсюда отрицание ценностей человека, гуманизма. Потому что человека мы принимаем со всеми потрохами. Раз, принять его. И дальше, когда мы приняли, полюбили. То есть, когда мы приняли, тогда мы полюбили. Вот тогда любовь уже, она станет, станет вот этой вот частью атмосферы нашей, главным компонентом общественной атмосферы. Пока мы себя не приняли, мы, будет царить ненависть. Предубежденный человек, как правило, склонен подавлять в себе страх, слабость, пассивность, сексуальные желания и агрессию по отношению к авторитетным личностям и в особенности к родителям. Посмотрите, вот как предубежденность власти работает, подавляет в себе страх. Посмотрите, какая риторика. Мы сильные, у нас оружие. Мы ничего не боимся. Мы, самое главное, что упор на силу идет. Посмотрите, сколько тратится денег на иллюзию государства, на вооружение, например. Подавлять в себе пассивность. Вот они активные, самые активные. Посмотрите, ведь самые активные, это кто у нас? Это политики. Это же ненормально. Это свойство предубежденной личности. Подавляет агрессию по отношению к авторитетным личностям. Посмотрите, как они, а что авторитеты, они безгрешны, они что, святые? Наоборот, надо свергать авторитет. И, например, вот я так и жил, и живу. И от меня доставалось авторитетом и достается иногда тоже. Сейчас я просто отношусь с любовью. Но за делом можно и покритиковать. Родители. Посмотрите, вот эти семейные ценности, как они пропагандируются. Родители, особенно отношения к родителям. Родители это все святое, от них не критикуют. При этом, совершенно забывая о том, что именно родители психотравмируют детей, родители навязывают свои сценарии, родители воспроизводят в детях самих себя, и родительское влияние всегда, оно двойственное, и позитивное, и негативное. Но о негативном не говорится. Вот это предубеждение. Подобная тенденция к подавлению своих чувств приводит ко второй группе качеств, по которым люди, набравшие много баллов, отличаются от тех, кто набрал гораздо меньше. Так, здесь, вот. Вот, важный момент. То есть, к тенденции экстернализировать, в противоположность тенденции интернализировать. Что это значит? Предубежденный человек использует механизм, который был впервые описан Фрейдом, и позже поставлен на экспериментальную основу. Механизм переноса. Прослеживается тенденция переноса на других людей, личных качеств, которыми обладает сам человек, но в которых он никогда себе не признается. Если человек скуп, но не признает этого, то он, как правило, будет по поводу и без повода приписывать данное качество другим людям. Таким образом, черты, которые подавляет в себе предубежденный человек, переносятся им на других людей, и его собственная слабость и беспомощность приводят к тому, что он постоянно осуждает слабоволие и слабохарактерность. Вот давайте власть. Что делает власть? Она ищет пятую колонну. Посмотрите, вот на всем постсоветском пространстве и вот в колониальных демократиях есть этот поиск врага. Пятой колонны. Об этом постоянно говорят политики. Это и есть экстернализировать. Это и есть. То есть они переносят на других свои качества. А ведь кто эти? Вот кто элиты вот этих вот бывших советских республик? Это бывшие коммунисты и их потомки. Пожалуйста. То есть они, по сути, предали одну страну. Они, то есть, и что? Они переносят на других свои собственные качества. Поэтому поиск врагов, поиск пятой колонны властью связан именно с этим. Что эти люди готовы предать. Запомните это вообще. Поэтому они не будут защищать свою страну. То же самое в России. Ну, кто эти люди у власти, которые предали страну в Советский Союз, о котором вот пишет Валерий. Предали, разграбили и так далее. Посмотрите, на моем канале есть интервью с следователем по особо важным делам, который вел уголовные дела против высокопоставленных лиц. Он рассказывает о том, чем они занимались. Грабили страну. Теперь они что? Ищут пятую колонну. Теперь они в каждом видят врагов. Предателей. Потому что они сами предали. Запомните это. Понимаете, психология это как физика. Законы психологии, они такие же фундаментальные, как и законы физики. И мы их недооцениваем в силу просто нашего невежества. Но это никто не отменял. Поэтому очень... Да. И так далее. Посмотрите, как к людям относятся. Люди ничего не могут. Люди ничего не могут. Они не могут принять решение. Кто может принять решение тогда? То есть они переносят на людей свои собственные слабости, свою собственную некомпетентность. Вот чиновник нам заявил. У нас не хватает компетентных психологов, психотерапевтов. Это кто говорит? Некомпетентный, чиновник, высокопоставленный, который не исследовал тему совершенно. Что есть, а чего нет. Вот. Так что... Людям не доверяют политики, да? Почему? Потому что они не доверяют себе. Они боятся принимать решения. Вот сейчас там, да? Каким был год для вас, спрашивают у премьер-министра? Шоковым. Почему? Почему? Приходилось принимать решение. Вот шок. Так что... Дальше. Вот запомните. То, что они думают, приписывают другим, вот то это и есть и их собственные слабости. Я наоборот. А вот я наоборот. Я верю в людей. Я знаю, что есть безграничный творческий потенциал, что есть созидательные силы. А давайте избавимся просто от наших комплексов, ложных убеждений, страхов, фантомов, психотравм. Преодолеем это все. Научимся себя любить. Станем счастливыми и... Ну, нужна работа для этого психотерапевтическая над собой, да? Но это можно делать и нужно делать. Дальше. Экстернализация. Еще одна, да? Еще один аспект. Человек избегает самонаблюдения и анализа своих поступков и мыслей. Таким образом, сужая рамки собственного сознания. Почитайте интервью с чиновниками. Где там самоанализ, самонаблюдение? Его там нет. Там есть протокольный язык. Вот мы это сделали и это. Все. Суженное сознание. Ограниченное сознание. Ограниченные люди у власти. По этой причине. Никто не рефлексирует. Никакого самонаблюдения. Мне же вот книги по психологии не читают. Труды серьезных ученых. Дальше. Предубежденный человек направляет всю свою энергию либо на подавление собственных чувств, либо на стремление добиться каких-то материальных благ высокого положения. Поэтому у него уже не остается сил на межличностные контакты или на то, чтобы насладиться результатами проделанной работы. Я это наблюдал. То есть, вот люди эти предубежденные, они к власти и рвутся, чтобы добиться положения в обществе и материальных благ. Они сидят на денежных потоках. И помимо зарплаты, там еще разные у них есть, скажем так, возможности заработать. И очень важно для них высокое положение в обществе. Высокое положение. И они ради этого готовы на все. На любую... У них нет убеждений, поймите его правильно. У них нет системы ценностей. У них есть только одно. Это деньги и статус. Все. И что? Подавленные собственные чувства. Да, ведь они никогда о своих чувствах не говорят. Мне это нравится. Мне это не нравится. Они боятся выражать свои чувства. А подавленные чувства, что? Они выходят боком человеку, да? А чему так рано умирают? Непонятно, умер человек. Подавлял чувства. Разными болезнями. Да? Психосоматика. Вот подавленные чувства. Это их проблемы. И с которыми надо работать. С этими проблемами. Они сами должны, но должны поработать. И не подавлять свои чувства. Не остается времени на межличностные контакты. Вот, понимаете, не может. Поэтому есть барьер между властью и людьми. Потому что нет времени на диалог. Его просто нет. Когда даже ты предлагаешь этот диалог, они отказываются. Потому что реально нет времени. Потому что все время тратится на... Вся энергия тратится и время на то, чтобы подавлять свои чувства. На борьбу с самими собой. Да? И с миром. На стремление добиться материальных благ. И постоянно ощущать себя вот в этом высоком положении. Поэтому с оппозицией они не могут работать. Или с теми, кто критикуют, да? Там социальными критиками. Не могут. Потому что они сразу будут ощущать, что их высокое положение падает. Да? И, кроме того, от этого общения они не получают ничего. Если бы им платили еще за их прием. Ну, так же невозможно, да? Раньше это было. Приходили, там взятку давали. Поэтому коррупция способствует этому диалогу. Ну, псевдодиалогу. Не подданному контакту. Но тем не менее. А там, где нет коррупции, там и диалога нет. Там нет межличностных контактов. Нехватка энергии для межличностных отношений может проявляться либо в довольно сдержанном, конвенциональном и в то же время зависимом отношении к людям, которые свойственны более консервативной подгруппе, либо в безжалостном, властном отношении, которое характеризует более агрессивную подгруппу. Их это вернется. Их это вернется. Эта вернется. Их это вернется.